Это сигнал. Перед вами мошенники, воры, фальсификаторы. С ними ни при каких обстоятельствах нельзя устанавливать правовое отношение. Ни при каких. А вообще-то должны содержать, насколько я понимаю, таких как Антон. Потому что у человека при отсутствии финансирования энергетика направлена на позитивное изменение ситуации в городе Сургуте. Но не на того напали. Антон с ними аккуратно разговаривает. Вежливо! История только начинается. Я думаю, что там будет очень и очень много чего вскроется. Не верить на слово. Верить только документам. Имелись ли у этих лиц какие-либо полномочия? Вы скажете, а как же так? А я поясню вам как. Кто регистрировал этот документ? А никто его не регистрировал. Он не зарегистрирован нигде. Фальсифицировали этот документ. Нам тут некоторые пытаются впарить фуфло. Ну что вы мне тут принесли? Это же фальсификат. Кто совершает сделку, тот отвечает и за ее чистоту. Вы вправе не платить этой управляющей организации. И это ваше законное право. Они самоуправно наделили себя полномочиями путем фальсификации вот таких документов. Это фальсификат по всей стране. Да где они? В протоколе их нет. Римское право. Отрицательные факты не доказываются. Это ты должен доказать, что тебя наделили полномочиями. В лице директора Русина Алексея Александровича они туда пришли воровать и грабить. Они боятся нас. Они прячутся от нас. Что посеешь, то и пожнешь. Их каждый на своем месте гадит. Увеличили себе доходы в 25 раз. Перед вами мошенники. Что он свою фамилию так написал, словно бы спасал. Они для вас никто и звать их никак. Вы вправе не платить. Так, 12 часов 1 минута. 16 февраля 2021 года. Я, Богданов Фиктор Валерий, приступаю к изложению очередного материала. Материал, на котором мы будем исследовать действия, противоправные действия различной шляпки, которая сегодня описается у нас как в органах государственной, муниципальной власти, так и в многочисленных управляющих организациях, так и в товариществах, собственниках жилья. Я не веду, что есть, конечно, и достаточно хорошие товарищества, собственники жилья, которые действуют достаточно добросовестно. Хотя сама система государственной, муниципальной власти, которая сложилась на территории страны, она не предполагает развитие нормальных, достойных гражданских правоотношений, а предполагает обман, ложь, подлог, фальсификацию, любые противоправные действия. И все это завязывало именно на том, что органы государственной власти фактически в нашей стране отсутствуют, они разрушены, и те действия, которые они предпринимают, они не просто выглядят комично, они выглядят просто как детский лепет. Ну и так, что мы будем сегодня с вами смотреть и чем мы будем заниматься? Ну давайте для начала поставьте, пожалуйста, плюсики все, кто меня видит, кто меня слышит. Отлично, плюсики поставили. Итак, о чем будет идти речь? Вот сейчас только что мы разговаривали с одним из активных участников площадки. Антон, он у нас находится в месте размещения, у него город Шургут. И там развивается достаточно такая любопытная ситуация, при которой управляющая компания пришла и вырубила Антону свет на то, что он якобы, значит, ей должен и не платит денежные средства. Вот. Ну естественно, Антон принципиально деньги не платит, мы с ним сейчас только что буквально разговаривали, не платит потому, что нет документов, которые подтверждают полномочия управляющей организации осуществлять какие-либо действия на этом многоквартирном доме. Ну, позиция Антона понятна. Предоставите мне документы, оформленные надлежащим образом, оформленные в соответствии с законом. Я, как полноправный участник гражданских отношений, ознакомлюсь с этими документами, удостоверюсь в том, что сведения и информации, которые в этих документах отражены, действительно являются достоверными и точными, и ясными. Подпишу документ, и мы будем с вами работать и работать на благо. Вы на благо того, чтобы получить деньги от меня, вознаграждение. Я буду действовать так, чтобы, извините, мой дом находился не в помоечном состоянии, а находился в нормальном надлежащем состоянии. Итак, вот сегодня мы переговорили с Антоном. Что произошло? Они отключили ему свет один раз, он восстановил этот свет. Значит, это *** из управляющей компании прибежала, выключила свет второй раз, причем они действовали нагло, они обрезали провода в щитках. Ну, как обычно, сволота действует. Они же пришли не свое, это чужое. Они пришли сюда за деньгами, они пришли сюда вымогать, они пришли сюда навязывать нам свою волю. Они не могут участвовать в сделке с равноправными, сильными людьми. Они всегда ищут слабеньких тех, кто им поддастся, и кто будет падать им, извините, лизать, значит, лизать им различные полупопия. Но не на того напали. Антон вызвал полицию и сообщил о том, что была совершена попытка террористического акта против средства массовой информации. Была еще попытка его, четвертая попытка его сдать в психбольницу. У них, у этих ***, которые сейчас разместились везде, расселись по местам, у них, значит, они прекрасно знают, каким образом фальсифицируются данные, каким образом людей сдают в психушку, каким образом людей сдают на органы, каким образом они могут уничтожать граждан, унижать их, совершать любые действия, направленные на разрешение нашей с вами местожительств, нашей с вами страны. Ну, естественно, мы сцепились, значит, сцепились с этой управляющей организацией. Они еще дополнительно подали, в мировой суд подали исковое заявление о взыскании задолженности. Ну, тут уж, собственно говоря, раз они подали исковое заявление о взыскании задолженности, тут уж пришлось нашему общественному движению подключиться для того, чтобы мы стали защищать Антона с позиции закона. Мы подготовили возражения, мы подготовили огромное число процессуальных документов, которые позволяют вывести ситуацию из того пупика, который загоняет управляющая компания. И что произошло сегодня. Сегодня Антону позвонили и сообщили о том, что сегодня или вчера, не имеет значения, позвонили и сказали, что за него внесли денежные средства. Но Антон, естественно, никаких денежных средств не вносил. Ему сообщили, что внесли денежные средства, там, по-моему, 55 тысяч или сколько, но не имеет значения, внесли. Значит, вопрос разрешен с оплатой долга. Единственное, что вопрос с оплатой, ну, как управляющая компания считает, что ей погасили на должность, поэтому она быстренько побежала восстанавливать свет у Антона. Ну, как бы они там ни действовали, нас это совершенно с вами не интересует. Нас интересует разрешение принципиального вопроса. Когда к нам, гражданам страны, всякая ***, которая сегодня обитает в органах государственно-муниципальной власти и связанными с ними коммерческими организациями, начнет уважать и устанавливать правоотношения в соответствии с требованиями закона. У нас это требование было, есть и будет. Мы готовы вносить денежные средства при надлежащем оформлении правоотношений. И если правоотношения надлежащим образом не оформлены, то мы не в праве вносить денежные средства кому бы то ни было. Ну, а теперь давайте будем рассматривать те документы, которые прислал нам Антон. Сегодня буквально я перекинул эти материалы. И начнем мы... А, вот Елена задает вопрос, кто оплатил? Ну, во-первых, оплатил не Антон. Антон является собственником, и только он в праве платить денежные средства. Ну, как бы он должен был, как бы, заплатить за этот долг. Вместо него внесла, ну, будем говорить, его однофамилица. Я не буду сейчас раскрывать всю информацию, связанную там с какими-то правоотношениями. Ну, насколько я понял, нашли человека, который был готов заплатить за Антона. Это, значит, этот человек за Антона заплатил. Этот человек является однофамильцем Антона. Антон не предпринимал каких-либо действий на то, чтобы, значит, внести денежные средства на счета этой управляющей организации. Что будет предпринято дальше? Ну, будем принимать решение после того, как ознакомимся со всеми документами, которые мы получим. История только начинается. Я думаю, что там будет очень и очень много чего вскроется. Исследования действий различных лиц, которые там обитают, в этих управляющих компаниях, только начинаются. Наш главный принцип – не верить на слово, верить только документам. И вот сейчас мы с вами будем, уважаемые участники площадки, знакомиться с документами и разбираться, что же это за документ, какие должны на нем быть реквизиты, какие реквизиты должны быть, какие отсутствуют, какие обстоятельства подтверждаются тем или иным документам. Ну, и приходить к какому-то приемлемому выводу. Начнем с того, что Антон прислал протокол подведения итогов по решениям, принятым в общем собрании собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования и адрес дома. Обратите внимание, от 7 декабря 2006 года. 137 лист дела, но это в мировом суде. И давайте мы будем с вами разбираться с теми реквизитами, которые в обязательном порядке должны быть отражены в данном протоколе и будем определять те обстоятельства, которые доказывают вот этот представленный документ. При этом мы с вами будем руководствоваться чем? Мы с вами будем руководствоваться статьей 196 Гражданского процессуального кодекса. Напоминаю вам, уважаемые участники площадки, как только мы начинаем действовать в точном соответствии с нормами процессуального права, очень многие вопросы становятся понятными и легко узнаваемыми. Мы сможем разобраться со многими очень и очень сложными вопросами. Итак, открывая статью 196, я постоянно ее открываю и показываю вам. Опять мы к ней возвращаемся. Сейчас ее откроем и скажу, что здесь у нас написано. Что мы с вами должны сделать? При принятии решения, ну, слово суд мы убираем, мы равноправные участники гражданских отношений, поэтому любой из нас, как участник этих гражданских правоотношений, руководствуется статьей 196. То есть при принятии решения Антон, предположим, я, Богдан Фиктор Иванович, любой из вас оценивает доказательства. Вот перед вами первый листик протокола, да, первый листик протокола, это доказательства. И после того, как мы оцениваем доказательства, мы знакомимся с его содержанием, мы определяем, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, могут быть установлены при помощи этого документа, да, а какие не установлены. Каковы правоотношения сторон? Какой закон должен быть применен по данному вопросу, делу, и подлежит ли, вот, вопрос этот, разрешению, тут написано, иску удовлетворению, а мы смотрим с вами, подлежит ли этот вопрос, надлежащему разрешению. Итак, какие у нас с вами возникают вопросы при ознакомлении с любым документом? В помощном опять выступают нормы процессуального права. С чего мы с вами должны начать исследование любого документа, любого доказательства? Давайте мы с вами глянем на статью 161. Она точно определяет, что мы должны с вами сделать. Часть вторая. Ну, председательствующего мы не убираем, а мы берем, что должен сделать. Установить личность явившихся, относительно, ну, либо не явившихся, а личность тех граждан, тех субъектов права, которые принимали участие в общем собрании и принимали свои решения. Мы устанавливаем личность субъектов, а затем проверяем их полномочия. Должностных лиц нас не интересуют представители. В любом случае, мы должны определиться, кто в общем собрании принимал участие, так? Второе. Имелись ли у этих лиц какие-либо полномочия? На чем основываются наши с вами действия, когда мы начинаем исследовать вот это письменное доказательство, документы, как лицо, которое заинтересовано в разрешении тех или иных вопросов. А мы с вами руководствуем со статьей 185 гражданского кодекса, даже сейчас я открою вам, и мы с вами прочитаем, что там написано. 185 статья «Общее положение о доверенности». Правила настоящего кодекса о доверенности применяются также в случаях, когда полномочия представителя содержатся где? В решении собрания. То есть правила гражданского кодекса о доверенности применяются в случаях, когда полномочия представителя содержатся в решении собрания. О каких полномочиях идет речь? Управляющая компания представляет протокол общего собрания и говорит, что вот, собственники наделили меня полномочиями. Прекрасно. Мы руководствуемся пунктом 3 статьи 185, как лица, как третьи лица, нам же документ представляет представитель, управляющая компания, а представляемые у нас, как мы с вами установили, являются собственники помещений в многоквартирном доме, либо их представители, которые принимали участие в общем собрании. Так вот, нам, как третьему лицу, закон предоставляет право удостовериться в личности представляемого и сделать об этом отметку на документе, подтверждающем полномочия представителя. То есть, нам сейчас направил копию протокола, мы вправе убедиться, удостовериться в личности собственников, которые приняли участие в общем собрании, либо их представители, да? И сделать об этом, эту отметку на документе, подтверждающем полномочия, в данном случае, управляющей организации. Напоминаю, что эти же самые действия должна была совершить управляющая организация. Вы скажете, а как же так? Как же так, что полномочия-то, управляющая компания должна была проверить? А я поясню вам, как. Ведь смотрите, у нас собственники помещения в многоквартирном доме могут выступать как самостоятельно, так и путем наделения полномочиями председателя, секретаря, членов счетной комиссии. Никто не возбраняет принимать участие непосредственно любому собственнику, совершайте действия, которым вы могут наделить председателя, секретаря и членов счетной комиссии. Пожалуйста, приходите, поставьте свою подпись, что вы тоже участвовали, проверяли достоверность, сведения, ничего в этом такого нет. Это вы реализуете свое право проверить достоверность, сведения, отраженные в документе. Отлично. Так вот, когда вот эти лица, председатель и секретарь, или кто там наделен полномочиями, приносят протокол общего собрания в управляющую компанию, руководитель управляющей организации, он же не участвовал в этом общем собрании, он также вправе удостовериться в личности каждого собственника помещения в многоквартирном доме, принявшим участие в голосовании. И сделать отметку на документе, подтверждающем полномочия кого? Председателя, секретаря, членов счетной комиссии. Так вот, перед нами вот этот прекрасный документ. Вот мы на него смотрим. Вот я смотрю, вот, 137-й. Кто-то видит какую-либо отметку? Есть вот копия верна. Прекрасно. А кто-то видит на первой странице протокола собрания отметку урегистрации этого документа, что он поступил в управляющую организацию? Лично я не вижу. А раз этой отметки нет, то каким образом этот документ оказался в распоряжении управляющей организации? То есть, каким образом? Кто регистрировал этот документ? А никто его не регистрировал. Он не зарегистрирован нигде, ни в одном документе в управляющей организации. В управляющей организации должна ввести книга регистрации поступающих документов, входящих. А в данном случае она нигде не зарегистрирована. А если она нигде, извиняюсь, нигде не зарегистрирована, значит речь-то идет о чем? А речь идет о том, что должностные лица управляющей организации сфальсифицировали этот документ для того, чтобы что? Наделить, самоуправно наделить управляющей организации полномочиями. Какими полномочиями предъявлять требования о взыскании платы за живое помещение и коммунальные услуги без установленных законов и сделкой оснований? Вот, вот, предварительный вывод. Не поступал этот документ в управляющую организацию. Но даже бог с ним, он не поступал. Нас-то интересует с вами, значит, нас с вами, как лиц, третьих лиц, которые предъявляют этот протокол в судебном процессе. Нас интересует что? Нас интересуют сведения о каждом собственнике, который принимал участие в общем собрании. Объем таких сведений содержится в части 2 статьи 48 жилищного кодекса. Давайте мы глянем туда. Перейдем мы, посмотрим. Мы же с вами все по закону делаем, а не по понятиям, как нам тут некоторые пытаются спарить фуфло. Давайте смотрим 48 статью. Вот мы читаем доверенность на голосование, мы подменяем протокол общего собрания, должен содержать, потому что доверенность и протокол тоже равны, решение собрания, протокол общего собрания, должен содержать сведения о представляемом собственнике помещения в соответствующем многоквартирном доме и его представителе. Обратите внимание, все реквизиты и далее в скобочках, имя или наименование, место жительства или местонахождение, паспортные данные или сведения о документе, удостоверяющем личность. Правильно? А далее. И должна быть оформлена в соответствии с тремлением пунктов 3.4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Или удостоверена нотариально. Вот как здорово. Просто. Просто и здорово. Нотариально. И обратите внимание, как перекликается вот эта норма права со статьей 312 нашего прекрасного Гражданского кодекса. Давайте. Мы же всегда опираемся на это. Есть, кстати, и требования к управляющей компании, если все четко понимать, любые правоотношения, вот они здесь, в этих нормах права еще раз написано, исполнение обязательства надлежащему лицу. Итак, вот смотрите, вот норма права, из которой следует. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, соглашения пока нет, и не вытекает из обычев или существа обязательства, не вытекает из обычев и существа обязательства, Должник в праве при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом и несет риск последствий непредъявления такого требования. Ну, давайте начнем с управляющей компании. Когда ей передают протокол и говорят, все, парень, с этого момента ты наш должник. Ну, так ведь происходит, да? Ты должник собственника. Так вот, управляющая компания, как должник, в праве при исполнении обязательств потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором. А кто у нас кредитор? Тот, кто платит денежные средства в управляющую компанию. Так вот, кредитором или управомоченным им лицом. Я к чему? Мы опять смотрим, уважаемые участники площадки, на протокольчик-то. И мы что видим? Что управляющая компания должна была взять этот протокол, посмотреть и сказать. Так, слушай, что вы мне тут принесли фуфло какое-то? Ну, что вы мне тут принесли? Это же фальсификат. Если это управляющая компания добросовестна. Ну, у нас-то управляющая компания вороватая, она изначально вороватая. Она что делает? Она говорит, да вот же там какие-то собственники чего-то тут пришли, принесли. А мы-то тут как бы ни при чем. Мы за это, за фальсификацию-то мы тут не отвечаем. И как бы вот, ну, вопрос-то с этого момента простой. Кто совершил сделку, тот и не, значит, отвечает за ее чистоту. Кто совершает сделку, тот отвечает и за ее чистоту. Приняв протокол общего собрания, как документ, наделяющий управляющую компанию полномочиями, управляющая компанией и должностные лица, обязаны перед нами раскрыть сведения представляемых. Перед нами. Более того, направив нам этот протокол со сведениями о представляемых, если управляющая компания действует добросовестно, мы вправе убедиться в полномочиях представляемых. И здесь, посмотрите, мы здесь же тоже, мы используем опять же вот этот пункт 1 статьи 312. Управляющая компания называет нас, как собственников, должниками. Но раз она называет нас должниками, то мы при исполнении обязательства вправе потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом. Отлично. И несет риск последствий непределения такого требования. Более того, смотрите, пункт 2, он предоставляет право, должник вправе не исполнять обязательства данному представителю, ну, управляющей компании, до подтверждения его полномочий от представляемых, то есть от собственников. В частности, до предъявления представителем управляющей организации доверенности удостоверенной на лежащем уровне общего собра или протокола общего собрания собственников точно так же удостоверенного на тариале. И, уважаемые участники площадки, что ж мы с вами наблюдаем? А мы с вами наблюдаем хорошо организованную помоечку. Помоечку организованную. И кто у нас участвует в этой помоечке? Ну, в первую очередь, управляющая организация. Они же все думают, что они такие все умники. И они рассчитывают на правовую безграмотность, на правовую невежественность тех лиц, которые берут документ и не видят обстоятельств, тех обстоятельств, которые эти документы подтверждают. Так вот, возвращаемся к нашему прекрасному протоколу. Мы с вами видим, что... Какие сведения? Мы видим, что здесь сведения о собственниках, которые принимали участие в общем собрании, отсутствуют. Получив этот документ, мы по нему не сможем удостовериться в личности каждого из собственников. Здесь нет сведений ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни адреса, отсутствуют сведения о документе, удостоверяющем личность, отсутствуют сведения о документе, подтверждающем право собственности. Их здесь нет. А раз здесь их нет, то до представления вам лично, представляемыми, то есть каждым из собственников, документов, подтверждающих наделение управляющей организации какими-либо полномочиями, вы вправе не платить этой управляющей организации. И это ваше законное право. Независимо от того, что жилищный кодекс указывает на вашу обязанность платить. Статья 312 предписывает вам платить надлежащему лицу. Не просто платить первому попавшемуся, а надлежащему лицу. А кто вправе определить надлежащее лицо? Надлежащее лицо вправе определить только собственники путем принятия решения на их общем собрании. Так вот, по всей стране, уважаемые участники площадки, уважаемые граждане страны, по всей стране вместо документов, а документы вот эти должны иметь еще одинаковое оформление, с доверенностями. Поднимите, пожалуйста, доверенности. Поднимите, вы приходите в суд. Поднимите доверенность и посмотрите, что там написано. Там же нет такого, что, значит, какое-то общество там, скажем, ну, любое общество, давайте вот возьмем здесь, которое выбрали даже, вот такое, УК ДСВЖР, УК НиЭКОН, наделяет полномочиями какое-то физическое лицо. Естественно, от этого, от имени общества с ограниченной ответственностью в выступе праве действовать без доверенности какое-то физическое лицо. Имя, отчество, фамилия, сведения о документе, удостоверяющем личность. Не забываем об этом. Не забываем об этом. А то сплошь и рядом даже сведения о документе, удостоверяющем личность, того лица, который наделяет полномочиями, нет в доверенности. А ведь вопросы, которые разрешаются в судах, они разрешаются, извините, на основе жилищного законодательства. Там достаточно жесткие вопросы. Они связаны с собственностью и с ответственностью. И вот эта п***ь, которая нам тут рассказывает о том, что да боже, мы тут благодетели какие-то. Да нет здесь никакого благодетельства. Благодетельство возникает только тогда, когда все документы оформлены надлежащим образом. И с этого момента мы можем предъявлять друг другу какие-либо требования. А что они сделали? Они нам демонстрируют. Они самоуправно наделили себя полномочиями предъявлять требования о взыскании платы за жилое помещение коммунальной услуги. Самоуправно. Путем фальсификации вот таких документов. Вот мы видим с вами этот документ. Это фальсификация. Ну вот, а назвать документом нельзя. И вот они бегают. А теперь задание себе вопрос, уважаемые участники площадки. Вы верите, что вот с 2006 года 15 лет никто из должностных лиц органов государственной и муниципальной власти не видел того, что в этом документе отсутствует сведения о собственниках. то есть не подтверждает этот документ не подтверждает факт участия собственников. Вы верите, что те люди, которые сидят юристы, прокуроры, следственный комитет, полиция. Так вот, уважаемые участники площадки, вот этот документ он четко указывает, что все те должностные лица органов государственной власти о большей степени судов должны быть отстранены от занимаемой должности, причем незамедлительно, как минимум за то, что они не обладают надлежащими знаниями. не нужно никаких особых знаний, они должны быть отстранены. Вопрос, и смотрите, по всей стране. Если мы говорим, что у нас помойка в стране, так она хорошо организованная помойка. Следует узнать, кто стоит за этими лицами, за судьями, кто дает оценку процессуальным документам, процессуальным документам дает оценку каждое должностное лицо. Нормы процессуального права, по аналогии, применяются в любой, в любом виде деятельности. в любом виде деятельности мы берем, применяем с вами, и мы разбираем по полочкам, и все становится на свои места. Какие нормы? Я уже вам сказал, 196-ю мы начали, потом перепрыгнули, куда? Мы посмотрели на 161-ю и переходим на 67-ю статью Гражданского процессуального кодекса. Там же все прописано, что нужно сделать первое, что нужно сделать второе, что нужно сделать третье. Оценка доказательств. При оценке решения общего собрания собственников гражданин обязан с учетом других доказательств убедиться в том, что такое решение собственников исходит от органов уполномоченного представлять данный вид доказательств. Отлично. Кто является органом, который вправе представлять данный вид доказательств? Это общее собрание собственников. Из чего проистекает полномочия общее собрание собственников? Из участия в этом собрании собственников не просто любых лиц, лиц, которые действительно являются по документам собственниками, которые принимали решение. Причем в этом собрании должны принять участие более 50% голосов собственников. Где? Если этих документов нет собственников, что тут непонятного? И вот мы теперь смотрим. Все другие неотъемлемые реквизиты данного доказательства подписаны лицом, имеющим право скреплять документ подписью. А кто наделяет председателя, секретаря и членов счетной комиссии правом скреплять документ подписью? Кто? Давайте мы с этим вопросом разберемся. Давайте. И как только мы с этим вопросом разберемся, она станет все на свои места. Собственники помещений наделяют полномочиями своих представителей, председателя, секретаря, членов счетной комиссии. Я не знаю, кто там. Лицо, которое пойдет, отнесет этот протокол и передаст его в управляющую организацию. Если собственников нет, значит документ не содержит подпись лица, которое имеет право скреплять документ подписью. Собственники только наделяют их такими полномочиями. Нет собственников значит и право скреплять документ у кого бы то ни было отсутствует. А теперь содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. Я вам показываю, какие требования к решению собрания требования точно такие же, как доверенности, из чего следует о представляемом собственнике, то есть тот собственник должен быть указан в объеме имя или наименования, потому что бывает, что собственникам и бывает юридическое лицо, рога и копыта, условно, место жительства или местонахождение каждого собственника, сведения о документах, удостоверяющих личность, либо собственника, либо его представителя, а также еще дополнительно, ведь как проверить, что это лицо, которое принимало участие в голосовании, оно является собственником, мы вправе удостовериться в его полномочиях, 161, я уже вам показывал, часть 2, статьи 161 Гражданского процессуального кодекса, полномочия свидетельства государственной регистрации права, да где они в протоколе их нет, и знаете, я вот приближу вот этой которая сегодня скопилась в органах государственной, муниципальной власти, вот эти коммерческие, они начнут вещать, так видите, что вы не знаете, нигде законе не прописано, вот и отлично, вот и отлично, вы считаете нигде не прописано, но это вы так считаете, а я считаю, что здесь все прописано, и не надо ничего дополнительного прописать, не прописано, бери и доказывай, ты же говоришь о том, что тебя наделили полномочиями, кто говорит, я говорю, что тебя полномочиями не наделили, извините, есть такое правило еще, римское право, тысячу лет, выше тысячи лет существует римское право, сегодня многие положения римского права используются в нашей повседневной жизни, и не надо от них отказываться, надо просто использовать в своих интересах эти нормы права, оно о чем говорит, отрицательные факты не доказываются, если я говорю, что тебя не наделили полномочиями, я не могу доказать, что тебя не наделили полномочиями, это ты должен доказать, что тебя наделили полномочиями, каким образом? Путем представления документа, да, а каким образом? Вот они представили здесь вот эту фуфлыжную бумагу и говорят, смотрите, ребятки, да вот протокол, а эти еще придурки там, которые, знаете, свои полуполочия, сморщенные прячут под мантиями, тушки в мантиях, их же у нас очень много тушек в мантиях, тушканчики, вот они там сидят и веселятся за наши с вами деньги, задницы свои потрятали, булки, блин, в мантиях, что они не могут разобраться с этим вопросом, да легко с этим вопросом разобраться, если мы с вами простые граждане, простые, не наделенные никакими там регалиями, любовь, берет и говорит, слушай, ну давай мы сопоставим, вот доверенность, которую ты приволок, да, представителю, вот ты приволок доверенность сюда, молодец, красава, да что в доверенности там у тебя, давай вместе посмотрим, похохочем, давайте, кстати, посмотрим, какая доверенность, какую доверенность представят умники-то из управляющей компании, если найдем, сейчас я попытаюсь найти, так, есть или нет, ну вот, смотрите, тут же ясно написано, общество с ограниченной ответственностью, управляющая компания в лице директора Русина Алексея Александровича, фамилия, имя, отчество, ты ведь есть, действующие на основании устава, ну да, или уполномочивают сведения о том, кого уполномочивают, смотрите, фамилия, имя, отчество, сведения о паспортных данных, выдан, все здесь есть, все реквизиты здесь есть, а вот, и эти же самые требования распространяются и на протокол общего собрания собственников, мы с вами прочитали и сейчас нам вот это фуфло впаривают фуфло и говорят, что меня наделили полномочиями, вот обычно здесь вот так, кто вас наделил полномочиями? Собственники, так вот вы идите к этим собственникам, которые вас наделили полномочиями, вы идите с них и берите денежные средства, я не знаю кто вас наделил полномочиями? Я в своем распоряжении, обращаю ваше внимание участники площадки, если управляющая компания приходит нам предъявляет требования о взыскании задолженности, то вы любой из вас как собственник помещения в многотвартирном доме являетесь равноправным участником правоотношений для чего я подчеркиваю это равноправным участником правоотношений а это говорит о том что управляющей организации и у вас должны быть документы имеющие равную юридическую силу и если управляющая организация многие задают вопросы а что делать а как мы к ним обращаемся они нам не дают ничего не дают так вот если не дают это вам сигнал сигнал о чем сигнал о том что эта организация самоуправно наделила себя полномочиями и перед вами мошенники воры вымогатели их нельзя с ними нельзя устанавливать правоотношения ни в коем случае вот перед вами протокол это сигнал перед вами мошенники воры фальсификаторы с ними ни при каких обстоятельствах нельзя устанавливать правоотношения ни при каких независимо от того что они там бегают утверждают до представления вам всего пакета документов всего а не для вас никто и звать их никак 312 статья пункт 2 читаем вы вправе не платить потому что есть многие придурки в мантиях с ними полупопиями потными шевелят и начинают щеки надувать и говорить так извините законно вас возлагает обязанность платить а ведь никто не отказывается платить единственный вопрос платить надлежащему лицу а не первому попавшемуся а если они считают что я могу платить любому лицу то давайте тогда мы будем друг другу платить в нашей семье вот у меня есть семья там сколько это человек мы давайте вы же говорите что я платить да я заплачу там а он возьмет мои деньги потом мне и так заплатят вот мы будем круговорот потому что любому лицу закон не определяет которое какое лицо мы должны платить закон определяет надлежащему лицу а надлежащее лицо определяет собственники на их общем собрании ну вот мы теперь давайте посмотрим собственников здесь нет мы с вами установили руководство статьей 196 какие мы обстоятельства с вами установили мы установили что собственники помещений в многоквартирном доме не принимали участие в общем собрании собственников. Я надеюсь, никто со мной не будет по этому вопросу спорить. Никто не будет другого доказывать. Ну просто как будет доказывать? Мне просто интересно. 196 еще раз по порядку. Что мы должны знать? Доказательства. Доказательства перед нами есть. Обсцениваем доказательства. Какие обстоятельства имеют значение для рассмотрения дела? Наличие в этом документе сведений о собственниках, которые принимали участие в общем собрании. Их нету. Мы установили, что их нету там. Это же обстоятельство, оно имеет значение. А раз нету собственников, мы двигаемся дальше. Каковы правоотношения со сторон? Давайте разберемся. Каковы правоотношения со сторон? Каковы правоотношения со сторон между лицом, которое представляет вам вот этот фуфлыжный документ, вот этот протокол, и вами? Да их нет никаких правоотношений. Есть попытка установить правоотношения мошенника, вора с добросовестным собственником. Попытка есть, но правоотношения, они не могут быть установлены по определению. Почему? Потому что вы не можете их установить. Вы не вправе их установить с той организации. Почему? Потому что собственники только могут на их общем собрании установить правоотношения с выбранной управляющей организацией. Только собственники. А любой отдельный собственник обязан подчиняться решению общего собрания. Вот когда будет решение общего собрания, тогда мы и будем платить. Тут начнут верещать. Так надо же оказывать услуги, выполнять работы там. Отлично. А что? Мешает вам установить надлежащим образом? Что мешает управляющим организациям? Что мешает органам муниципальной власти проводить работу? А я вам скажу, что мешает. Они туда пришли не работать. Они туда пришли воровать и грабить. Вот те, которые сегодня в большинстве, с ним находятся в многочисленных администрациях, они хорошо приспособились. Воровать и грабить они способились. А вот наводить порядок они не рождены. Они рождены уничтожать стариков, унижать детей, инвалидов. Вот они для чего тут пришли. Посмотрите, в любом городе такая сложилась ситуация. В любом. В каждом городе. Фактически нет ни одного города. Даже самого маленького, где вот по такому принципу не находятся у**ки. Все у**ки сегодня там. Почему они там? А потому что они действуют по принципу разделяя и ласковые. Не объединяй. Не объединяй. Не улучшай. Не доказывай, что так лучше будет всем. Они боятся нас. Они прячутся от нас. Они создали различные... Набрали придурков в органы силовые, органы власти. Вот я сегодня смотрел, Антон, ролик показывал. Специально внимательно посмотрел, как себя ведут эти там различные службы судебных приставов. Как собаки. Вот знаете, вот честно говоря, как собаки. Вот пришли, да, заходят сюда люди. Люди заходят. Так, неужели нельзя вежливо? Пожалуйста, давайте. У нас такой порядочек. Давайте здесь. Надо сумочки проехать. Давайте. Потому что терактов... Ну, вести себя можно достойно. Я не знаю ничего. А ты иди туда позвоню. А ты иди сюда позвоню. То есть человек приходит, и на входе сидит какой-то церберк, какой-то дурак. Какое у него после этого отношение к органу власти? Да вот точно такое же. Так они нам это демонстрируют. Они презирают нас, уважаемые участники площадки. А есть, знаете, такая поговорка, что посеешь, что и пожнешь. Они нам демонстрируют свое презрение. Они с нами не хотят разговаривать. Так может быть, пора уже и с ними прекратить разговаривать. Может быть, пора уже и нахрен их посылать всех к чертовой матери. Они же не хотят с нами идти на контакт. Они хотят, чтобы мы пришли и падали им в ноги, потому что они возомнили себя начальниками. Хотя они не начальники. Они всего лишь исполнители. Поэтому и называется исполнительная власть. А исполнительная власть не с теми людьми, которые набрали, пользуются должны этой исполнительной властью. Это инструмент. Законодательная власть. Инструмент наведения порядка. Исполнительная власть. Власть исполняющая, которая исполняет волю граждан. Что твари делают? Уничтожают доверие к органам государственной, муниципальной власти. Может быть, я уничтожаю это доверие? Так вот вы посмотрите на ролик. Антон с ними аккуратно разговаривает. Вежливо. Объясняет. А им не хочется ничего слушать. Быдло поставлено на входе. Быдло. И быдло в мантиях там сидит. И быдло секретарское быдло. Но я могу понять, что человек иногда, да, действительно огромный объем работы. Потому что из всего, из все это своры дураков, которые понабрали в органы государственной, муниципальной власти, единицы работают нормально с отдачей. Единицы. И они задыхаются. Они не могут переработать всю ту, все те, весь тот объем информации, который на них сваливается. Потому что все в остальные сидят и дуркуют. Их каждый на своем месте гадит. Вот мы посмотрели с вами. Мы определили собственников. Нет? Что мы еще должны были определить? Давайте кратко. Собственников нет. Давайте глянем. Статья 160 Гражданского кодекса. Она тоже говорит о многом. Ну, сведения, естественно, фамилии, имя, отчество нет. Сведения о документе удостоверяющем личности нет. Сведения о документах удостоверяющих правилах собственности нет. Это что должно быть в протоколе? Их нет. Давайте мы еще посмотрим. Статья 160. Если принимали участие собственники, то они что должны сделать? Естественно, они должны подтвердить свое участие. Письменная форма сделки. Каким образом? Подписанные лицом или лицами совершающие сделку, или должным образом выполномоченные лицами. Сделка в письменной форме. Протокол в письменной форме должен быть совершен путем составления такого документа, выражающего содержание. Сейчас мы с вами уже по содержанию-то посмотрели. Нет там собственников. А это тоже содержание. Это реквизиты обязательные для данного вида доказательств. А сейчас мы с вами разберемся. А есть ли там подписи, которые, лиц, которые принимали участие в этом общем собрании, в прекрасном, обалденном собрании. Ну, давайте посмотрим. Вот. Что вы здесь видите? Где вы здесь видите подпись? Назовите мне хоть одну здесь подпись. Где? Вот эти высокохудожественные произведения искусства, которые кое-кто называет как бык-пассал. Кто-то чего-то, председатель ассоциации, там какие-то громкие слова, чего-то. Ни один из них не смог написать свою собственную фамилию. Не мог. А это причем даже, видите, это не собственники. Нет ни одного собственника. Извините. Нет ни одного собственника. А раз нет ни одного собственника, вот эти лица, которые подписали вот этот документ, а ведь они несут ответственность за свои подписи. Они, правда, не знают пока об этом, но мы-то сейчас с вами глянем, что говорит норма права и напомним этим уважаемым, прекрасным людям, которые делают, ставят свои подписи, башкой своей не думая, что творят. Итак, давайте мы откроем с вами 183 статью заключение сделки неуполномоченным лицом. Мы же видим, собственники их полномочия не наделяли. Не наделяли. А при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица, от имени собственника, да, сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица. Да, отлично. И далее, если представляемые даже собственники отказались одобрить сделку, или ответ на предложение, представляемые ее одобрить, не поступил в разумный срок, ну, разумный срок где-то порядка месяца, Другая сторона, то есть управляющая организация вправе, вправе потребовать от неуполновочного лица совершившего сделку, исполнение сделки, потребовать убытки. Так вот эти четыре человека прекрасных, вот, они в принципе подписали, подписали свое желание выступить кредиторами управляющей компании. Ну, и почему Антон должен отказываться от их желания выступить кредиторами? Пусть кредитуют. Пусть кредитуют. Они же для этого подписали. Они-то думали, что просто так, что ли, подписали? Они подписали. Лица неуполномоченные. Управляющая компания пусть предъявляет вот этим лицам требования. Лепихина, Игната, Ставрова. А не Стратенко. Вот четыре человечка, пусть и про это заплатят, сколько там, за каждого собственника, там, миллиончик один раз заплатят на четверых. И будет только здорово, да, наверное. И не надо ни по каким уголовным делам бегать. Итак, мы выявили, что подписи нет, сведения о собственниках нет. Двигаемся дальше. Мы же разбираемся с вами с документами. Мы же все обстоятельства определяем. Давайте перейдем к сведения, значит, ОК, ДС, ВЖ, в законе указанное, что должно быть? Сведения о месте нахождения, да, этой организации. Сведения, какие сведения? Сведения об основном государственном регистрационном номере. Только основной государственном регистрационном номере позволяет идентифицировать юридическое-то лицо. А его здесь нет. А вы должны платить, обязаны платить надлежащему лицу, да? Мы с вами же читаем статью 312. А как его определить, это надлежащее-то лицо? Если сведения в протоколе-то отсутствуют, они прибегают, вот, 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 чего вот? Здесь я не вижу ничего. Я не вижу здесь ничего. А если я не вижу, то и вы, наверное, этого не видите. Ну, хорошо. Смотрите, мы еще определили, мы установили какие обстоятельства. Мы с вами установили обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что в документе отсутствует основной государственный регистрационный номер, отсутствует сведения об адресе, месте нахождения управляющей компании, отсутствует сведения о лице, которое вправе выступать от имени управляющей организации, без доверенности, в объеме фамилия, имя, отчество. Мы не видим сведения о документе, удостоверяющем личность этого представителя. Мы не видим сведения, как прилагаемо, об уставе этого прекрасного лица. Ну и с кем? С кем? Надлежащему лицу мы должны связаться с надлежащим лицом. Не просто с первым попавшимся, а надлежащим лицом. Нет у вас сведений. Вам приходят, впаривают, извините, фуфло и говорят, вы должны платить мне. Давай мне все сведения. Кому я должен платить? Причем не на словах, а документально. Ты же вам... Мы же с вами посмотрели, где эта доверенность-то прекрасная. В доверенности-то ведь все четко указано. Почему вы в доверенности одно указываете, а фактически вы здесь ничего не указываете? Ну хорошо. А какие вопросы? Принятие решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Ну давайте посмотрим. Принятие решения размера платы. А где? Как вы собираетесь устанавливать размер платы, если вы не определили перечень услуг и работ? А как вы собираетесь разрешить эти вопросы без решения, принятых по вопросам, указанных в части 3 статьи 162 Жилищного кодекса? Как? Давайте откроем статью 162. То есть в нормах права содержатся те репизиты, обязательные для данного вида доказательств. Статья 67. Мы про это с вами и говорим. Какие обстоятельства? Давайте установим обстоятельства. 67-я статья нам предписывает установить, какие доказательства. Вот мы оценка доказательств, что документ, ну подпись мы с вами определили, содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. Мы уже с вами определили большую часть. Теперь приходим. Другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. Какие? Открываем статью 162 Жилищного кодекса. Вот я вам ее открываю и будем смотреть. Читаем. При выборе управляющей организации общим собранием собственников помещения в многоквартирном доме, с каждым собственником помещения в таком доме, заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного общего собрания. То есть в этом решении, вот мы будем, ну предположим, выбрали эту управляющую организацию. Предположим, какую-то выбрали. Предположим, собственники там проголосовали. Тоже там давайте допущение такое сделаем. Но. А где условия-то договора управления? В этом протоколе должны быть условия договора. Любой собственник берет этот документ и, руководствуясь им, начинает определять, на какие условия утвердили собственники на их общем собрании. Никто не вправе за собственников устанавливать условия договора управления. Никто. Только собственники вправе наделить управляющую компанию полномочиями управлять на определенных условиях. И эти условия должны быть здесь, где условия договора управления являются реквизитом, обязательным для данного вида доказательств. Для протокола. Предложение 2, части 1, статьи 162. Протокол является определенным средством доказывания. Часть 1, статьи 46. Часть со статьей 60 Гражданского процессуального кодекса. Ну. Протокол-то вот есть определенные средства доказывания. А. Реквизиты обязательны для данного вида доказательств. Они отсутствуют. Вы спрашиваете, а какие должны быть реквизиты? Здесь же смотрите. Об установлении размера платы. Да не только устанавливается это размер платы. Давайте посмотрим. Опять же. Какие реквизиты? Часть 3, статьи 162. То есть. Что должно быть отражено? Смотрите. Что должно быть отражено в этом прекрасном протоколе? Состав общего имущества, в отношении которого собственниками принято решение об осуществлении управления. Где состав общего имущества в протоколе есть? Хоп. Его нет. Перечень работы и услуг по управлению многоквартирным домом. Он в протоколе есть. Услуга работ по содержанию общего имущества. Да? Он есть. Нет. А вам приходят и требования предъявляют. Рзыскать плату за содержание и ремонт. Ну в том числе и общее имущество. Как? Как ты можешь требовать плату, если собственники на общем собрании не определили перечень услуг и работ? Раз они не определили, ты не вправе предъявлять какие-либо требования. Вот когда определяют перечень услуг и работ, тогда ты получишь право, требуя плату, порядок изменения такого перечения, перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация. Смотрите дальше. Не только, как они говорят, размер платы, порядок определения цены, порядок определения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, порядок определения размера платы за коммунальные услуги, порядок внесения такой платы. Где? И опять ничего нет. Вы видите, ничего нет. А раз ничего нет, они думают, раз ничего нет, значит вот мы как хотим, так мы будем вас грабить. Мы пришли сюда мошенничать и грабить. Мы не пришли сюда устанавливать правоотношения надлежащим образом. А я вам когда-то 2 или 3 занятия назад говорил про эти пропогань, которая скопилась в государственных жилищных инспекциях, они там тоже включают дурака. Так это же собственники дураки. Как собственники дураки? А мы вас зачем содержим-то на свои налоги, а? Государственная жилищная инспекция. А мы зачем вас содержим в следственный комитет на свои налоги? А зачем мы полицию содержим на свои налоги? Для того, чтобы вы щеки надували, да, и гадили нам. А зачем мы судьи содержим на свои налоги? В их обязанности. Вот мы с вами берем, мы же ничего не придумаем. Мы берем нормы процессуального права и вместе с вами идем. Мы с вами действуем как судьи. Мы в принципе и в праве действовать как судьи. Мы наделены Конституцией такими правами. Ну и где? Объективно. Я не хочу никого здесь обидеть. Объективно нет никого. Так а кого мы здесь тогда и что мы здесь собираемся? Разобраться-то с чем? С тем, чего нет? Так тут вообще ничего нет. Вот мы с вами определили еще обстоятельства. Ни одного условия, ни одного условия собственники на помещении, помещении многоквартирном доме, на их общем собрании не установили условия договора управления. Не установили. В том числе и не установили условия внесения оплаты порядок расчета. Ничего не установили. Так основания-то отсутствуют. Нет решения собственников, еще раз повторяю, а вы обязаны подчиняться только решению общего собрания собственников и никаким иным другим. Никто не вправе. Ни суд, никто не вправе. Только собственники вправе установить условия договора управления. А их нет. Давайте еще смотрим. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с постановлением администрации города, принятым для муниципального жилищного фонда. Ну, предположим, с каким постановлением? С каким постановлением установить размер платы за содержание в соответствии с постановлением? Давайте я приведу вам пример. Почему я задаю вопрос с каким постановлением? С любым? Они скажут, да вот с таким. Не надо придумывать. Вот на это ссылайтесь, на документы. Они говорят, от 2020 года, я говорю, позвольте. Сейчас тут не написано, что от 2020 года. Первое. Второе. Для того, чтобы установить размер платы за содержание ремонт живого помещения, нужно как минимум определить перечень услуг и работ для конкретного многоквартирного дома. Опять же, это делают собсеки. Без определения такого. А размер платы что, просто так, что ли, берется? И это еще не все. Если уж мы с вами берем, значит, жилищный кодекс, давайте обязательно реквизиты для данного вида доказательств. А для этого мы с вами смотрим, какую статью? Так, это жилищный кодекс, да? Давайте мы посмотрим статью 158. Собственные помещения обязаны нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Отлично. В протоколе должен быть указанным расходы на содержание принадлежащего каждому собственнику, да? Расходы на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Где? Как могут собственники? Ну, хорошо, давайте так. Как так? Собственники не определились. То есть вы хотите сказать, что собственники сами определяют эти расходы? Без предложения управляющей компании, ну, хорошо, собственники приняли, что ноль расходов на содержание. Собственники же не приняли, не утвердили расходы. А раз они не утвердили, а какие? А участвовать? Ну, ноль, умножим на мою долю, вот это и ноль получишь. Какие проблемы-то? Ты же этого хочешь. Но самое интересное, уважаемые участники площадки, начинается вот это. Смотрите. Направили вот это приложение номер 3 к договору управления МКД. Опаньки. Смотрите. Первое. Приложение номер 3 к договору управления МКД. А в протоколе общесобрания ничего не сказано про договор управления. А приложение есть. Договора нет, а приложение есть. Да? Молодцы. Красавцы. И вот они вот так прилагали, тут чего-то расписано. Так, извините, размер платы уже, размер платы за услуги по управлению многоквартирного дома, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Прекрасно. А в решении-то общего собрания о чем сказано? Ну? О чем? Обусловно. За содержание и ремонт жилого помещения. Ну? А здесь? За содержание и текущий ремонт общего имущества. А связь-то какая? А где же содержание жилого помещения? А я скажу, для чего это делается. Это позволяет управляющей компании задрать вам размер платы так, чтобы вам мало не покажется. Почему? Потому что доля расходов в общем имуществе каждого из ваших собственников, она выражается маленькими метрами. Вот я смотрел там соотношение размера, то есть как бы, если квартира 50 квадратных метров, да, то доля в праве общей собственности составляет полтора метра, два метра. Таким образом, путем всего лишь одной операции, вот эти мошеннички увеличили себе доходы в 25 раз. Так мы к ним как? Как к благодетелям должны относиться? К тем, кто подменяет даже свои собственные решения? Ну, они асфор, это же их решение. Смотрите. Принятие, установление размера платы за содержание, ремонт жилого помещения. А здесь они уже говорят только про общее имущество. Про жилое помещение они ничего говорят. Но я и привожу пример. 50 квадратных метров квартира. Берете долю в праве общей имущества, смотрите, у вас там получается, ну, от одного до трех, предположим, метров. И вы сразу определяете, во сколько они больше хотят с вас создать денежных средств. И здесь не надо каких-то особых знаний и пониманий. Так перед вами мошенники. Они сидят в администрациях, они сидят в государственных жилищных инспекциях, они сидят у нас в полиции, в прокуратуре, в следственном комитете. Где еще? Кого я не перечислил? В местных администрациях. Вы спрашиваете, почему мы там в таком дерьме живем? Да это хорошо организованная помойка. Наши враги находятся там, где должны находиться наши с вами друзья. Вот Антон, я смотрю, по субботу ходит. Он действительно, ведь он правильно говорит, он занимается общественно важной работой. Он занимается общественно важной работой, той работой, которая направлена на благосостояние и на защиту граждан. А кто ему противостоит? А я скажу, кто ему противостоит. Прокуратура, полиция, значит, тут же психушку его сюдащат, значит, государственная жилищная инспекция, органы местного соуправления. И все эти, вся эта погонь завязана вот на этих, на коммерсантишек поганы. И потом удивляются, ой, а чё это у нас так всё не очень хорошо в нашем городе? А чё это у нас денег нет на тротуары, на, скажем так, на благоустройство? А чё это у нас город-то превращается в отхожее место? Вот. Мы с вами стали действовать, я вам сегодня продемонстрировал, приёмы действия на основании норм процессуального права. Мы с вами приступили к исследованию документов, руководствуясь статьёй 196. Мы взяли с вами всего лишь два документа, причём они между собой, как я понимаю, они не связаны. Один протокол, а второй вот это приложение к договору управления. И уже здесь мы видим с вами всю прелесть. Обратите внимание, нет подписи директора управляющей организации, и нет подписи от лица собственника. А это всё документ, который приволокли в суд. И знаете, вот эта погонь в мантиях, вот эта погонь, знаете, мне даже, назвать их судьями, у меня язык не поворачивается. И она ведь принимает вот эти документы. Она глумится над гражданами, которые приходят в суд. Глумится, похохатывает. Думает, вот какие дураки, блин. А эти дураки, знаете, последний жил и жил. Для того, чтобы содержать своих родителей, своих детей, внуков. Вот эту погонь содержать. А вообще-то должны содержать, насколько я понимаю, таких, как Антон. Потому что у человека, при отсутствии финансирования, энергетика направлена на позитивное изменение ситуации в городе Сургуте. И в каждом городе у нас достаточно людей, которые переживают за город. Вот эта погонь, которая скопилась, она уже поперек горла стоит. Дальше. 196-ю мы с вами посмотрели. Мы определили последовательность. Изучаем документ. Определяем обстоятельства. Я вам примерно продемонстрировал, как это делали. Какие обстоятельства устанавливаются, какие нет. Мы определили. А какие обстоятельства должны быть установлены. Пользуемся частью 5 статьи 67. Первое. Определяем, кто, а то от какого органа исходит этот документ. Вот от какого органа здесь исходит документ. Нет. Два должны быть представителя органов. От органа управления многоквартирным домом и от управляющей организации. Нет подписи ни того, ни другого. Документ. Все. Документ получен с нарушением закона. Часть 2 статьи 55 Гражданского процессуального кодекса. Его нельзя вложить в основу решения суда. Точно так же, как и тот протокол нельзя вложить в основу решения суда. В нем точно так же отсутствуют реквизиты обязательного для данного вида доказательств. Они не подписаны лицом, имеющим право скреплять документ подписью. Смотрите, как мало нужно нормы знать. Ну, естественно, нужна опираться на те нормы, которые я вам показал. Вот это основа. Вы хотя бы ее прочитайте. По крайней мере, вы для себя-то ее уясните. И попробуйте самостоятельно любой документ проанализировать. Вот я вам показываю на каждом уроке, как это делается. И, может быть, тогда нам придет понимание той помойки, в которую нас погрузили. Рукотворную помойку. Итак, уважаемые участники площадки, у меня на сегодня все. Я вообще-то не собирался сегодня выступать. Честно говоря, ну, просто действительно огромный объем работы. Привало силу. Это завал. Из полиции пришло постановление об отказе на возрождение уголовного дела. Там нужно разбираться. Я хочу как раз урок по этому вопросу провести отдельный. Хотел вам предоставить материал, подготовленный по исследованию документа из государственного жилищного надзора и контроля. А, кстати, Антон подсказывает. Показать. После того, смотрите, переобулся Матюшенко. Вот смотрите. Раньше он подписывал вот это. Видите? Вот эту штучку он подписывал. Ну, мы, значит, с Антоном подготовили возражение и направили в письменной форме. И направили, значит, в суд возражение, в котором мы указали, что господин Матюшенко даже фамилию свою не может написать, а подменять свою фамилию, про которую многие говорят, что он свою фамилию так написал, словно быт поссал. Вот мы так и отправили вот это с таким содержанием, прямо отправили это в суд. И вот вам результат. Он стал писать Матюшенко. То есть, моча у него тут. Матюшенко, ну, и нарисовал то, что он как бы, он у него в голове отложилось, вот этот рисунок. Ну, и может быть, не быт, может быть, он себя быком возомнил. Вышел он на этот лук, вытащил этот хобот слона и давай им размайкивать, показывая неотвестной фауне свои великолепные достоинства. Достоинства, не, значит, подзвякивая тем, что соедино с этим достоинством. Вот. Весело так, задорно. Ну, и запомнил он этот рисунок. Вот он так и рисует. Я не знаю, что это такое. Ну, вот так. И сейчас он рисовал мочу Шенка. То есть, ну, Шенка, я не знаю, мочу Шенка. Так и не наусился. Ясно. Ну, ладно, инициалы он. Плевать на него. Так, уважаемые участники площадки, время 13 часов 32 минуты. Я предлагаю завершить нашу сегодняшнюю конференцию. Следующая конференция, не знаю, будет или не будет, в 18-го. Смотрите за объявлениями. Почему? Потому что объем работы на меня навалился огромнейший. Я просто задыхаюсь. Вот. Ну, я планирую, что мы с вами встретимся в 18-го февраля в 12 часов Москвы. Здесь же, на этой же площадке. Готовьте свои вопросы. Готовьте свои материалы. Готовьте свое позитивное настроение. Желание преодолеть все трудности, связанные с новым материалом. Я думаю, что тот материал, который я вам предоставляю, это действительно очень материал. новый, действительно он полезный. Более того, такие консультации, я думаю, что вряд ли кто-то вам предоставит, в том числе и в наших прекрасных юридических академиях. В любом случае, видите, тот материал, который я вам предоставляю, он основан на реальных документах. И эти документы, разбираясь на каждый документ, мы с вами плавненько, потихонечку начинаем набирать силу. Я уже вижу, как многие из участников площадки более уверенно себя ведут, как в судебных заседаниях, так и в переписке с различной погонью в судейских мантиях, или погонью в управляющих компаниях и в органах государственной власти. Я надеюсь, что в этих органах найдутся действительно достойные люди, которым деятельность, которым я занимаюсь, она придется по вкусу. Почему? Потому что с ними сегодня, я так понимаю, никто не занимается. Они предоставлены сами себе. Ну, на этом я завершаю нашу конференцию. В это время 13 часов 34 минуты, 16 февраля 2021 года. Встречаемся с вами в 18 февраля 2021 года в 12 часов в Москве. Всем пока-пока. Не унывать. Благодарствуем. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!